Детская десятка в этом семестре заседания межпремитного семинара. В общем, вы видите на экране самоорганизации планированного управления социально-экономическими системами, системной уроки стаффорда Гера. На объявлении собственно стаффорда Гера изображен. Как я понял, некоторые подумают, что это докладчик. Значит, я обычно отпускаю в полега список, сколько-то объявлений о старшихся сегодняшних семинарах и объявлений о будущем семинаре. Сначала, скорее всего, тоже пустим, скажем несколько слов о будущей теме. Значит, это тема «Графен. Новая страница физики», докладчик Фальковский, Леонид Александрович, за института физики. «Графен» — это, собственно, один слой «Графена». И вот получают вот просто этот слой механических рывок. И ослушивая, расщепляя, и вот этот один номинатный слой «Графена» соединённых вот с шестиугольниками консорта, это оказывается очень интересным перспективным материалом. В частности, есть версия, что это будет, что следующее поколение электроники, или, может быть, после следующей, окажется прекрасно защитным. То есть это хороший проводник, там есть другие очень интересные свойства, о которых матчат собирается рассказать, что вы не слишком умеялись на математику, но математике вообще не любят. Кому интересно, возьмите себе этот матчат. Удачи, слушайте. Хорошо. Продолжение следует... 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 Если пример был математиком, то это прикладинка, это менеджер, менеджер философии. А HB это вообще чекиат фракции. Поэтому всё здесь очень междисциплинарная дисциплина. Также из кибернетики вышли многие термины и понятия, которые сформировали парадигмы современной науки. Обратная связь, сложность, самоорганизация, самовоспроизводство, автономность, сеть, адаптация. Многие другие. Очень сильно повлияло на то, что мы видим силу. Но, однако, сейчас кибернетика находится в забвении. Фокус исследований сместился с фундамента на приложения кибернетики, на те дисциплины, которые я озвучил. Многие законы кибернетики забывались и переоткрывались вновь в информационной технологии, в экономике, в менеджменте. И в сегодняшних учебниках и книгах по практической литературе, в частности, по менеджменту, по МБА, и нет никаких упоминаний о принципах кибернетики, о принципе ЭШБИ, об обратных связях и многих других. На самом деле, наука находится сегодня в изоляции, не совсем понятно почему. Я кратко озвучу основные понятия, чтобы понять, о чем идет речь. Значит, система. Система – это множество взаимосвязанных элементов, которые обладают некоторой целостностью, единством. они как-то отделяются от окружения. При этом свойства системы определяются свойствами элементов и связями между ними. Если мы захотим, ну, по большому счету, свойства системы определяются, можно все свести только в связи. Потому что, если мы рассмотрим некоторые элементы системы и посмотрим, в чем же состоят его свойства, то для этого нужно рассмотреть его собственную структуру, которая является также системой, также некоторым единством взаимодействующих элементов. То есть, свойства элементов определяются также, свойствами подэлементов и связи между ними. В данном случае элемент – это подсистема некоторой системы. То есть, получается, некоторое такое фрактальное представление о системе. И кибернетика утверждает, что вот в этом фрактале существуют некоторые варианты, некоторые общие законоверности, которые одинаковы для всех уровней этой иерархии. Ну, грубо говоря, не из клеток, а из клеток состоит, ну, живая клетка, а из клеток состоит живой организм. Например, человек. И множество людей составляет некоторое сообщество, из которых состоит все общество. И существуют некоторые общие принципы, которые одинаково работают на всех уровнях. Так работают как в клетке, так и в организме, на медицинском уровне, в идеологическом, так и на уровне компаний, предприятий и на уровне государств. Я здесь вопросом вопросов. Да? А если у вас, для себя, сняли, как у нас построили, как у нас или как у нас элементов и системы, это будет за систему или нет? Система может, значит, если снять, выбросить из системы некоторые элементы, ну, во-первых, значит, система, она, она, может быть статичная система, А может быть, экономические и социальные системы — это все живые организмы, а они динамические. То есть это динамические системы, в которых постоянно происходит внутренний процесс. Это открытые системы. И если мы выбрасываем какие-то элементы из этой системы, то система может как распасться, то, как если человек убить гонки, так система может продолжать свое функционирование. То есть если система распадается на элементы, то это уже не будет системы. Если мы выбрасываем элементы, распадаются все остальные связи, то система будет разрушена. И здесь я хотел еще ознаметить о том, что такое системный подход. К рассмотрению, например, у нас сегодня вопрос социально-экономических систем и менеджмента. Значит, ну, допустим, вам поставили задачу улучшить или провести реформы в университете. Вы будете небольшой отчасти вопрос, отчасти комментарий по поводу понятия системы. Потому что тут вот, когда зашла речь о том, что выбросить из системы элемент, тут, может быть, немножко перепутались два разных понятия. Либо мы выбрасываем этот элемент из описания системы, либо мы этот элемент выбрасываем из системы физически. Потому что вопрос о выбрасывании элемента из описания системы – это тоже вопрос, может быть, достаточно интересный. Что мы рассматриваем там что-то как систему. Вот, не знаю, берем телефон и рассматриваем как систему. Но это описание, скажем, оказывается существенно неполным, если по этому телефону нам кто-то звонит. Чтобы описать уже этот процесс звонка на телефон, нам надо рассмотреть другую, более сложную систему. При этом, ну, в данном случае, наверное, будет удобнее взять уже сам телефон в качестве элемента и подняться в некую надсистему. Но тут есть при этом выделение элемента некого произвола, удобства, что мы умеем что-то описывать, и вот мы берем такой кусок, который мы умеем описать. С другой стороны, понятно, что здесь есть и существо демок. То есть ясно, что, скажем, биологическая клетка – это действительно нечто целостное. Что, скажем, обмен внутри клетки существенно больше, чем обмен с окружением. И есть некие критерии, по которым можно действительно сказать, что да, это система. Но тут, в общем-то, наверное, четких критериях может и не быть. Критерии только полезны. Если полезны какие-то приложения, модели… Ну, это даже при определении физического исключения из системы элемента. Мы вот рассматриваем человека как систему. Можем при этом рассматривать просто человека как как кого, а можем рассматривать как систему человека плюс некое окружение. Но с другой стороны, где провести границу? Ну, так сказать, что можно исключить логически, а что физически. Ну, вот там, в нашем климате, если из системы человека физически исключить, скажем, одежду, то он просто замерзнет. Хотя, с точки зрения описания системы, как биологической системы, ну, одежда не важна. Это, в общем-то, другой взгляд и изменилось описание. Но, с другой стороны, видимо, тут уместно было бы говорить, может быть, в данном случае, про какие-то вещи, не как про элементы системы, а как про ограниченные условия. Да, просто, если мы выбираем одежду, то эту же биологическую систему помещаем в другую среду, в которой она не способна. Вы переходили к биосоциальным вопросам. Да, вот, что такое системный подход? Очень интересно. Идея, значит, допустим, нам дали задачу реформировать университет. Ну, как вы видите. И если мы подходим к этому классически, то мы рассматриваем его организационную структуру. Какие там есть кафедры, какие группы, чем они занимаются, какие преподаватели. Думаем, как это можно изменить, чтобы оптимизировать и исправить. Значит, системный подход заключается в том, что мы университет, перед тем, как ставить такие вопросы, мы университет как подсистему уже рассматриваем как элемент системы образования, метасистемы. И смотрим, какие задачи наш элемент, как университет, решает в своей метасистеме. Какие там есть связи, как он выбирает кадры, какие... Это вот, кстати, близко к школе Центризме считается. То есть берем уровень выше и уровень выше, да? Да. То есть мы перед тем, как решать вопрос рекора, мы поднимаемся на уровень выше и уже оттуда начинаем выпускаться. Наверное, на уровень ниже тоже можно выпускаться. Первый шаг — рассматриваем связи снаружи, а потом уже исходя из... То есть сначала мы должны понять, какой социальный заказ мы решаем, какую функцию мы играем в метасистеме. А потом уже, исходя из этого, мы будем менять что-то внутри, чтобы исправить положение снаружи. Но в этом заключается системный подход. Значит, метасистемный переход — это всё близко. Значит, по Турчину метасистемный переход — это основной механизм эволюции. Значит, у нас была некоторая система. Затем эти системы для того, чтобы улучшить, для того, чтобы выживать, стали объединяться в группы систем. Там стали взаимодействовать, у них появился некоторый координирующий механизм. И они образовались новыми системами, метасистемами над собой. И стали уже работать в рамках этой системы. Так, это чем-то отличается от той картинки, которую я буду передать? Ну, да. Когда узел, когда система состоит уже в углу, в какой-то, в свою очередь, систем? Ну, здесь смысл в том, что это в природе так происходит. То есть, когда образуется новый уровень эволюции. То есть, естественный механизм при самоорганизации систем, при появлении порядка, взаимодействии, возникновении новых металлургий. Можно вычислить? Одноклеточные организмы, многоклеточные организмы, затем стадо, например. То есть, у них были однотипные клетки, они объединяются в систему. И это метасистемы, то есть куда? А то, что потом они начинают дифференцироваться? Ну, это дальше. То есть, они начинают дифференцироваться, они начинают играть в некоторые функции уже метасистемы. То, что они дифференцируются, это часть метасистемного перехода? Или это мешает понять? Часть, да. То есть, дифференциация, дифференциация однотипных систем, это становление метасистемы. То есть, это типичная ситуация? Да. Даже если эти клетки были одинаковые, они объединились, и после этого им оказалось выгодно как-то... Ну, я думаю, что они начали объединяться, и одновременно дифференцироваться. Разделяться. Это, не знаю, какие-нибудь колонии дорожки, там все клетки одни. Ну, нет, сначала, наверное, это примере, потом дифференциация. Он бы не боролся, конечно. Там все клетки однократные. Так, видите, давайте еще дамочку пример. У Турчина это была, видимо, из ключевых умеров, поэтому... Значит, это... Ну, нет. С точки зрения эволюции, по-моему, вот этот пример очень понятен. Усложнение, усложнение организма и возникновение мета-урова. В принципе, у Турчина, он расширяет, понятен, эту систему перехода, но это уже как отступление небольшое. А при этом система непременно должна дублироваться или она может быть, как бы, физически одна, но играет разные роли? Ну, вот мне попадались утверждения, правда, во всяких научно-популярных трудах, что, скажем, когда человек совершает какое-то действие, наблюдает это действие, вспоминает это действие или планирует это действие, у него при этом в мозгу могут возбуждаться одни и те же нервы. То есть одни и те же системы задействованы для совершенно разных функций, но поскольку это, видимо, ставится как-то в мозгу в разном контексте, то при этом вроде бы нейроны задействованы одни и те же, вот какая-то группа нейронов, но функции выполняются разные. Можно ли это рассмотреть как какой-то случаем это системного перехода? Мне кажется, это другие. То есть, когда есть один блок, а одним появляется одна, другая, третья надстройка, которые один и тот же блок используют в разных смыслах? В принципе, да. Правильно ли я понял, что есть там, допустим, в Hardware есть софтвер, который... Я не знаю, что это будет. Есть некоторый механизм, и на основе этого механизма делаются уже некоторые разработки, которые используются одни и те же механизмы. То есть, когда... Ну, может быть, если с точки зрения софтуера на это посмотреть, если, скажем, одна и та же функция начинает вызываться в разных целях... Можно ли это рассматривать в таком духе? Я думаю, нет. В данном случае просто идет речь о повышении рака и повышении сложности системы. Она в случае просто одной системы переходит в другой режим работы. Да, но с другой стороны там... Ну, не знаю, там была программа, сделали из нее функцию, и вызываем в разных случаях с разными параметрами. Если каждый вызов функции рассматривать как отдельную систему... То функция не является системой. А вы уверены, что функцию нельзя рассматривать как систему? Я думаю, что... Рассматривать функцию как систему логических операций. Я думаю, что вопрос не дать она значим. Вот как раз в этом плане. Это не является системой смысл или самоорганизацией. Функция не сама собой становится. В компьютере не сама собой, а в мозгу может и сама собой. Но в любом случае, есть никаких причин, которые вызывают, которые принесли нам в каких-то расстательных целей. Ну ладно, это... Мне кажется, это не совсем очевидно, не однозначно, но в данном случае очень важно понять, что общество состоит из людей, люди состоят из органов, органы состоят из клеток, клетки состоят из обменных некоторых циклических химических процессов, и, по сути, это все вот такие системы, которые когда-то как-то возникали, объединяясь и дифференцируясь. То есть это вот у нас появилась самоорганизация. Вот метасистемный переход — это вот появление самоорганизации. Значит, это будет важно дальше. Управление гомеостазом. Что такое гомеостаз? У нас есть некоторая система, открытая система, которая как-то осуществляет какие-то обменные процессы с внешним миром. и система имеет, значит, гомеостаз — это способность системы сохранять свою внутреннюю структуру при каких-то внешних возмущениях, при изменении внешней среды и так далее. То есть у нас есть некоторая система, грубо говоря, некоторая система, она осуществляет обменные процессы со средой, на эту систему оказывается возмущение, различное возмущение. При этом система как-то реагирует, подстраивается, адаптируется так, что она сохраняет свою целостность, продолжает быть единой системой и сохраняет свою внутреннюю структуру. На поле человека, да? Что? На поле человека, человека. Да. Ну, человек или фирма, какая-то компания, либо клетка. То есть это гомеостаз. При этом в Кэшбит вводит понятие ключевые параметры системы. Ключевые параметры, свойства системы определяются каким-то набором ключевых параметров, и если эти параметры попадают в области жизнеспособности, то система продолжает свое существование. Она жизнеспособна и гомеостазна продолжается. И если какой-то один из ключевых параметров выходит из области жизнеспособности, то система погибает и разрушается. Например, для человека это температура, давление и множество других параметров. Есть система, есть возмущение на эту систему, у системы есть некоторые свои внутренние цели. Система может воспринимать внешние и внутренние параметры. Система их как-то идентифицирует. У нее есть модель внешнего мира и модель внутреннего мира. Она осуществляет моделирование, обработка этих параметров, принимает некоторые решения, осуществляет действия для того, чтобы как-то компенсировать либо предупредить возмущение для того, чтобы скроить гомеостас. Господин Григорьевич, Вы сейчас используете понятия системы? Или тут есть какая-то точность? Скажем, есть клетка, какая у вас ответственная амеба? Какая у нее модель внешнего мира? Есть ли у нее модель внешнего мира и модель внутреннего мира? Ну, не такая, как в голове человек, но какая-то модель должна быть. Под моделью подразумевает, что на некоторое возмущение амеба реагирует. Ну, там включили к миссию до рефлексов. Рефлексы. То есть рефлексы тоже являются в некоторых моделях. Скажем, если мы наблюдаем в ориене солености, то в ориене будет так и менее солено. То есть в данном случае модель внешнего мира это что? Это некий, не знаю, черный ящик, осуществляющий обратные связи? Да, который преобразует входы, выходы, возмущение в реакции. А, вот это и есть модель внешнего мира. А модель внутреннего? Поскольку возмущения могут быть и изнутри, и управляющие действия могут быть направлены и на внешнюю среду, и внутрь системы. Как может быть выброс в человеке, может быть выброс гормонов и так далее. Здесь и это все и снаружи, и изнутри происходит, и действия тоже и снаружи, и внутрь. Значит, я тут так голубо бегу. Ключевое фундаментальное понятие кибернетики – обратная связь. В принципе, из этого понятия, когда я его изучал, видно, возникла дисциплина кибернетики. То есть можно услышать с интерпретежного регулятора тоже есть модель внешнего мира. Да? Который это даст влажный концепт. Значит, что такое обратная связь? Есть некоторый объект, управляемый объект, некоторый процесс. Часть его выхода подается обратно ему на вход. Значит, ну, просто некоторые примеры. Ну и, соответственно, когда изменяется его вход в зависимости от обратной связи, как-то меняется и вызвание, и динамика работы, динамика этого процесса. Ну, вот, например, регулятор вата. Пример из механики. Есть некоторая машина, которая, там, ну, может быть, паровая машина, либо там, не важно, какая машина, осуществляет вращение муховика, не важно, если что-то приводит в движение. Значит, и дальше, вот, с этого муховика идет нагрузка туда-дальше, там, на станки, куда-то еще. И, значит, какая, я начну с проблемы. Какая стояла задача? Были паровые машины, нужно было делать производство, нужно было эти паровые машины постоянно забрасывать дрова. Я был человек, который постоянно контролировал работу этого двигателя внутреннего сгорания и смотрел, быстро или крутится, ну, достаточной скорости крутится этот механизм. Значит, что придумал ВАЗ? Он поставил сюда автоматическое устройство, которое прикреплялось к выходу, затем были центровежные такие, ну, за счет центровежной силы приводилось движение вот в такой рычаг и открывалась или закрывалась там подача топлива, ну, не важно. То есть, с выхода часть энергии передавалась внутрь на вход, на топливо. И, таким образом, если у нас начиналось все быстренное вращение, то шарики поднимались лучше вверх и закрывался подача топлива. И опять скорость уменьшалась. Если достаточно медленно начинало крутиться, шарики опускались вниз, топливо подавалось больше и все, ну, все крутилось с нужной скоростью. То есть, это пример отрицательного обратной связи. То есть, при отклонении выхода от какой-то нормы происходит возвращение системы к этой норме. Значит, если же при отклонении системы от нормы, при небольшом отклонении от нормы за счет обратной связи происходит увеличение этого отклонения, все больше и больше система отклоняется от нормы, это положительная обратная связь. Например, положительная обратная связь – это, например, эпидемия гриппа. Чем больше людей болеют гриппом, тем больше шансов заразиться, и тем больше людей болеют. В какой-то момент начинается эпидемия, затем происходит вот этот всплеск, и затем система насыщается. То есть, либо это все переболели гриппом, либо, в принципе, можно с помощью каких-то средств, помощь масок и так далее, можно избить эту эпидемию. Можно еще даже от него привести. Компьютерская приема в ВИНДУС. Борьба между операционными системами – это положительная обратная связь. Чем больше людей ставят ВИНДЫ, тем больше шансов, что новый пользователь тоже их построит. Совершенно верно. Это называется «Война стандартов». Артур Брайн поднял это направление в экономике, где-то в 2000 году. Идея такая. Это основа всего инновационного и вечерного бизнеса. Если на рынок выходит несколько игроков с конкурирующими технологиями, чем больше рынок захватывает определенный игрок, тем больше шансов, что он захватит больше рынка. В конце концов, один из игроков быстро-быстро растет стартует, второй быстро опускается. И этот стандарт выходит из употребления через какое-то время. И за счет этой положительной обратной связи в экономике около 90% или большую часть прибыли занимает компания, которая первая успела выпустить продукт. И это основа венчурного бизнеса. То есть люди ищут такие первые компании. Не обязательно лучше. Просто положительная обратная связь. И эти же эффекты наблюдаются в психологических моментах, в отношении, взаимоотношения мужчин и женщин. Слышно так же подстроены. Эти же вещи. Ну, это цепная реакция, ледерный бомбик тоже положительная обратная связь. Ну и многое другое. Таким образом, отрицательная обратная связь – это стабилизация, сохранение текущей работы системы. А положительная обратная связь – это генерация, возникновение нового инноваций. Здесь важный момент играет запаздывание. Если с выхода обратная связь, затем обработка и так далее, это все занимает какое-то время и во всех физических, ну во многих физических и социальных процессах, эта обратная связь действует с некоторой задержкой. Таким образом, если эта задержка достаточно большая, то может произойти так, что обратная связь начнет действовать в противопаде. Ну, грубо говоря, мы начнем вместо того, чтобы тормозить качель, мы начнем раскачивать качель. И поэтому при введении обратной связи в таких системах менеджмента, управления социально-экономическими системами, очень важно, чтобы задержка в управлении с помощью обратной связи была минимальной. иначе мы начнем управлять уже совсем другой системой через какое-то мнение. Тут даже центробежные регуляции не так просто. В свое время некоторые инженеры прокалывались на том, что чрезмерно уменьшали внутри. и возникали расцеляться. Значит, принцип необходимого разнообразия. Принцип HB – это первое начало кибернетики. Любая система обладает некоторой сложности. Численная мера сложности – это разнообразие. Например, число возможных в состоянии системы. А это логарифт? Это энтропия. Можно и так, и так. Разные меры. То есть мерой разнообразия может быть энтропия, которая просто через число состояния P, логарифт P. Либо просто логарифт числа состояний. В зависимости от приложения. Вообще управлять системой можно всего тремя способами. Либо, значит, вот E. E – это эти ключевые параметры, которые определяют жизнеспособность системы. D – это возмущение внешней среды. То есть у нас есть, допустим, человек, у него осуществляется некоторое возмущение. Его нагревают. Мы можем… Такие способы работы. Мы можем либо поставить буфер, то есть некоторую изоляцию и просто не допустить эти возмущения к внутренним параметрам. Либо мы можем предупредить эти возмущения с помощью управления регулятора и тоже предупредить их и скомпенсировать для внешних параметров. Либо мы можем допустить эти возмущения до ключевых параметров, получить обратную связь и как-то их скомпенсировать. постфакт. Так вот, принцип необходимого разнообразия говорит, что разнообразие ключевых параметров в данном случае больше или равно, чем разнообразие возмущений минус разнообразие регулятора. То есть идея такая, что регулятор должен быть сложнее, чем возмущение. Если регулятор проще, то разные возмущения начнут одинаково компенсироваться, и это будет искажать наши внутренние параметры. В конце концов, управление будет неэффективным, в конце концов, они могут выйти за оба жизнеспособности. Ну, так если рассмотреть интерпретацию. Первое, это я озвучил, если разнообразие возмущений больше, чем разнообразие регулятора, то на разное возмущение будет одинаковой реакцией. То есть управление будет неэффективным. Затем другая комплектация, что только разнообразие может ликвидировать разнообразие. То есть если мы пытаемся бороться с сложностью, адаптироваться к сложной внешней среде, то наше внутреннее разнообразие и те методы, которые мы адаптируемся, должны быть такими же сложными. И самое главное, что для некоторого заданного регулятора, некоторого подхода управления существуют ограничения в сложности возмущений, связанные с его собственным разнообразием. Некоторые примеры из жизни, вполне немножко понятно, но вот из бизнеса. Компания делится на малый бизнес, средний бизнес и крупный бизнес. Деление условное, их можно делить так по обороту, по численности сотрудников, а можно делить по подходу управления. Малый бизнес это чаще всего группа друзей, либо семья, где все построено на доверии, где все построено на горизонтальных и неформальных связях. Средний бизнес, в нем работа осуществляется по положениям, то есть бизнес-процессы достаточно формализованы и уже меньше, система меньше основана на доверии. Крупный бизнес это государство в государстве, здесь есть собственная система воспроизводства, собственная иммунная система и свой большой бюрократический аппарат. В чем заключается принцип необходимого разнообразия? Допустим, есть некоторая компания малого бизнеса. Настоящая есть небольшая группа друзей, там, допустим, 10 человек. Допустим, экономически их деятельность очень эффективна. И они, как на дрожжах, очень быстро развиваются, увеличатся обороты. Они занимают новых сотрудников, их штат растет до 50-100 человек, а подход к стилю управления остается таким историческим, таким, каким он и был раньше. То есть все основано на доверии, все основано на горизонтальных и неформальных связях и так далее. Все связаны со всеми. В конце концов, при определенном уровне сложности внутренней системы, сложности внутренней связи между сотрудниками, сложности взаимодействия с внешней средой, этот подход управления становится неэффективным. То есть для него существует некоторый порог, с которым он может работать. И эти неэффективности сводятся к тому, что возникают ошибки, какие-то провалы, конфликты внутри коллектива, просто воровство. То есть, несмотря на то, что экономический бизнес очень эффективен и он развивается за счет того, что подход управления упирается в некоторые внутренние ограничения, расширяя ограничения, связанные с способностью управлять, это ограничение начинает сжимать бизнес обратно. Таким образом, компания начинает перебаться вокруг некоторого уровня сложности, с которым она при таком подходе может работать. То есть она выходит за рамки сложности, начинается провал, она склопывается и за счет экономики опять начинает расширяться. В некоторых фирмах, которые развиваются, такие перманентные кризисы могут длиться несколько лет. Фирма постоянно находится в кризисе. Бывает, что люди, например, там, грубо говоря, владелец медной колонки приходят и покупают, ну как-то, какими-то способами приходят руководить заводом. А в голове у них культура мышления и все соответствует малому бизнесу. Они выстраивают систему управления, соответствующую бензокалонку на заводе. И очень быстро завод по сложности своей склопывается в бензокалонку. То есть вредит аренду площадей, в распродаже и так далее. Все примеры жизни. То есть обычно они знают, что как они называются мелкие бизнесы, купить большой, подожди, сколько или меньше? Мысль такой, что каждая система обладает, ну вот малый бизнес, средний бизнес и крупный бизнес, они совсем по-разному управляются. И подход при развитии бизнеса в какой-то момент происходит упирание в это ограничение управляющей способности, когда просто разнообразие возмущений становится больше, чем разнообразие управления. И в системе наступает бардак. Что означает разный бизнес? Это означает, что, например, перехода малого бизнеса в средний бизнес. Это компания, которая не может преодолеть некоторый уровень сложности. Значит, что говорит Бирд? В любом случае директор завода, как человек, он проще, чем завод, который состоит там в стае, 600 человек, связи между ними, станков и так далее. Это определенно так. В любом случае сам завод, он намного проще, чем среда, чем рынок, чем покупатели, поставщики, конкуренты и так далее. Для того, чтобы управлять… Смысл тут сравнивается вообще от сложных заводов, от сложных средств. А смысл в том, что директор должен управлять заводом. Он является регулятором, в некотором смысле. И если завод намного сложнее, то директор просто тонет в сложность. Он тонет в постоянном потоке вопросов, проблем и так далее. И у него ничего не хватает за регулятором. Тут важна не вся сложность, а та сложность, которая выносится наружу. Это сложность, которая вы отбережает. Вы отбережает. И понятно, что завод работает с внешней средой. Внешняя среда намного сложнее. Постоянно идут возмущения. Постоянно возникают новые конкуренции, появляются новые задачи, меняются технологии, возникают новые отрасли. И завод должен адаптироваться, чтобы продолжать свое существование. Проблема состоит в том, как нам управлять, как сделать эффективное управление, при том, что у нас в любом случае регулятор намного проще, чем наш объект управления. У нас должны быть фильтры разнообразия и усилители разнообразия. То есть к директору должна, безусловно, попадать не вся информация из завода. Он не должен знать, как работает каждый сотрудник, как работает каждый станок, о всех запасах и т.д. Это все для него лишняя информация. Вот. С другой стороны, у него должен быть усилитель разнообразия. То есть его решения, его действия должны распространяться на виде завода. И то же самое, точно такие же усилители. Главное иметь, что они неправдовы. Главное иметь, что они должны детрадифироваться по мере спусков смешно увеличить. Да. То есть их сложность должна увеличиться. Сложность решения. Для того, чтобы прийти в соответствие к сложности завода. Все правильно. Значит, и то же самое, точно такие же фильтры и усилители разнообразия должны быть между самой компанией и внешней сереброй. То есть, какие основные инструменты управления разнообразием. В данном случае это все сокращение разнообразия. Значит, распределение сложности по всем уровням иерархии. Затем, то есть, автономия подсистем. Программирование называется инфекциляция. То есть мы вводим, допустим, на нашем заводе мы вводим некоторые отделы подсистемы. И определяем несколько внешних показателей этой системы. И только эти показатели передаются наверх. Все, что происходит внутри, это проблемы и дела этой подсистемы. Мы внутренне не заводим. То есть, получается, некоторые черные ящики. А мы смотрим, ну, грубо говоря, мы едем на машине. Для нас важно смотреть вперед. Важно рулить. Важны три педали. Больше ничего не важно. Как там все работает внутри. Насколько там, как колеса крутятся. Для нас это не имеет значения. То есть, автономия подсистемы выполнена? Значит, это черный ящик. Это принцип черного ящика, принцип внешнего дополнения. Вел Стаппорт Бир. Идея следующая. Что завод и вообще любая группа социальная структура является сверхсложной системой. То есть, невозможно определить заранее и четко прописать все в этой системе на будущем. Обязательно должны быть черные ящики, то есть, какие-то неопределенности, которые будут решать непредвиденные проблемы. Грубо говоря, здесь Стаппорт Бир выступает, как и я, противник сертификации ИСО и многих других таких систем, которые все бизнес-процессы предприятия расписывают с самого вверх до самого низа. Он говорит, что это глупо, это бессмысленно. Даже если мы сегодня распишем все наши бизнес-процессы, будем знать детально, как работает наша компания, нам уже нужно адаптироваться. Среда меняется каждый день. Возникают новые отрасли, возникают новые технологии. И эти все внутренние связи должны все время меняться. Если мы будем менять их все время, то у нас ни на что не останется времени, если мы будем работать в таком ключе. И моделирование, прогнозирование и планирование также являются одним из способов управления разнообразием. Грубо говоря, у нас есть некоторая модель нашего, модель нас самих, некоторая модель внешнего мира, и мы заранее знаем, что будет в будущем. Таким образом, мы можем сфокусировать наше внимание, сфокусировать ресурсы на некоторых проблемах будущего. Этим самым мы тоже увеличим разнообразие. Модель жизнеспособной системы, в качестве прообраза этой системы, став арт-миры, выбрал человеческий мозг. Если мы посмотрим на человека, идущего по улице, то человек, как организм, как сложная система, она решает бесконечно множество проблем, задач. У человека бьется сердце, человек слышится, у человека осуществляются обменные процессы между всеми клетками. Клетки постоянно умирают, делятся. При этом человек должен обращать внимание, чтобы его не сбила машина, чтобы не столкнуться с кем-то. При этом он думает о своей работе, либо о своих каких-то повседневных делах, и планирует свою жизнедеятельность на какое-то время вперед. То есть Бир видел человека как некоторый идеал, как идеал эволюции систем управления. И он подпытался из физиологии и работы человеческого мозга, который постарался взять самое лучшее и применить это для менеджмента. Менеджмента. Значит, что-то так, не сего да видно, но еще тут не уши. И он, Виктор Питер разработал модельно-нестособные системы, на основе изучения работы человеческого мозга, и на основе собственного опыта работы коммерческих и социальных структур. Значит, это некоторая модель, схема, модель организации системы, не важно, что это человек, компания, государство, клетка, в которой бы использовались те принципы фильтрации и усиления разнообразия. Основной принцип здесь – это фрактальность, то есть жизнеспособная система, она состоит из жизнеспособных систем с более низкого уровня, здесь вот одна система – это вторая система. Что там внутри происходит, мы не знаем. Как они работают, грубо говоря, здесь есть некоторая работа клеток, работа органа, работа человека, и выше, 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 выше. Вославный, он вославный, и вославный. Но то есть мы не залазим внутрь, мы работаем на своем уровне, в своей жизнеспособной системе. Значит, система 1 – это подразделение, и оно является жизнеспособной системой более низкого уровня. Ну, для завода это может быть некоторый цех, некоторая линия, отдел. для государства это может быть отрасль. Либо регион. Либо регион, да. В зависимости от того, по каким критериям мы осуществляем наше деление по этому фракталу. Система 2 решает вопросы регуляции, координации работы подразделений. То есть этих подразделений внутри жизнеспособной системы их может быть много. 10, 15, 20, 50. Ну, столько, сколько сможет отработать этот регулятор. И все они должны между собой взаимодействовать с внешним миром и так далее. Для этого обязательно должны быть некоторые координации ученые. Это связано с той раскачкой, о которой мы говорили. Если взаимодействие систем будет медленное, то будут возникать осцилляции, от которых мы не сможем избавиться. Это будет постоянный кризис. Поэтому нужно быстро взаимодействовать. Поэтому из общего управления типущей деятельности ВИР выделяет отдельно вот такие вот диспетчерские. В качестве примера это может быть просто грубого примера. Это может быть просто расписание в институте, который висит. Расписание в институте синхронизирует работу преподавателей, студентов и так далее. Значит, система 3. Система 3 – это уже следующий регулятор. Она занимается управлением текущей деятельностью. Для нее важны вопросы. Она решает вопросы внутри и сейчас. Что происходит внутри компании, как работает подразделение, как они это делают сейчас? Например, это может быть исполнительный директор компании, это может быть директор цеха. Директор цеха – это уровень 5. А его заместитель будет уровнем 3. Это может быть и планово-экономический отдел, который рассчитывает внутренние потребности внутренние потребности компании и так далее. Система 4. Система 4 занимается управлением развитием. Это интеллектуальный центр и центр планирования и прогнозирования компании. Также она занимается демодействием с внешней средой. Глаза, уши и так далее. Ее вопросы – это снаружи и в будущем. В компании система 4 – это отдел развития, отдел маркетинга, ситуационные центры – это все система 4. При этом между системами 4 и 3 постоянно происходит борьба. Постоянно возникает конфликт потратить нам какие-то ресурсы сейчас, потому что у нас там проблемы, либо нам нужно потратить ресурсы в будущем, потому что у нас будут проблемы в будущем. И это постоянный конфликт между отделом развития и отделом исполнительных подразделений. Эти вопросы решает, в том числе эти вопросы решает система 5. Система 5 – это как раз директор центра. Что делает? Она осуществляет связь с метасистемой, осуществляет самоидентификацию жизнеспособности системы, баланс между развитием и текущей деятельностью. И для нее вопрос – это сохранение гомеостазиса и жизнеспособности. В данном случае это сознание человека, например, если брать человека. Сознание человека решает вопросы уже социального уровня. То есть оно нужно для взаимодействия между людьми. И мы себя представляем как часть некоторой метасистемы, как часть общества. Здесь это очень важно. Система 5 – самый верхний уровень. Самый верхний уровень жизнеспособности системы – это самый нижний уровень метасистемы. То есть он уже говорит на языке не своей системы, а на языке метасистемы. Та же самая континента, но все вместе. Модель жизнеспособности системы. Есть наша жизнеспособность системы, есть внешняя среда, с которой мы взаимодействуем, есть множество подразделений, там ниже, 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 которые также взаимодействуют с внешней средой. Каждое подразделение является также жизнеспособной системой. Эти подразделения координируются с помощью системы 2 – антиосциллятора. Они управляются системой 3 – системой управления текущей деятельностью. Есть система 4, которая прогнозирует, смотрит на среду, прогнозирует будущее и планирует развитие системы. Есть система 5, которая обозревает всю жизнеспособную систему, как такой маленький элемент и следующий жизнеспособный систем. Важно отметить, что жизнеспособная система говорит на некотором языке. Например, в некотором цеху есть задача произвести какой-то план продукции. И все понимают, что мы работаем на некоторый план продукции, у нас есть какие-то правила, и все играют в эту игру. Они видят свою деятельность в этом языке. Начальник цеха взаимодействует с руководством завода, и он видит свой цех как подразделение завода. Он уже работает в другом языке, в языке более верхнего уровня, в языке завода – это рентабельность, прибыль, жизнеспособность, конкуренция. То есть это совсем другой язык. Грубо говоря, мы не можем понять язык клетки, клетка не может понять наш язык, и нам очень сложно понять язык государства. Ну, не отдельных людей, а всей системы, как совершенствованные системы. Для того, чтобы бороться с кризисами некоторыми, ВИР вводит понятие алгидроническим сигналом. Алгидронический сигнал – это плохо, хорошо, больно или приятно. Это универсальный сигнал, который понятен всем системам, всем подсистемам. Если у нас в ноге больно, то мы сразу получаем сигнал, мгновенно через все уровни, и он доходит до сознания. Без прохождения через бюрократическую систему, через там все, сразу мгновенно попадает на это. И система опять фокусирует свой взгляд, отправляет ресурсы на этот кризис. Таким образом, мы преодолеваем кризис. То есть, тут получается существенное добавление. То есть, первоначально было более-менее иерархией иерархией. Да, иерархия иерархия. Но тут предусмотрены некие исключения. Поскольку мы делаем иерархию с автономией, поскольку мы все закрываем и выводим наверх только ключевые параметры какие-то, а внутрь мы не залазим, то внутри работают люди на другом языке. Но это та же самая инкапсуляция в программировании. Если бы мы залазили во все функции, во все проблемы, во весь код, то система, которую мы делаем, мы бы запутали сложность. То есть, на каком бы диапазоне уровня возможно обхождение иерархии сегмента? Да. То есть, если, ну, наш организм на уровне клеток не чувствует, но на уровне группы нейронов он уже это может отследить. А как это определить, в каком диапазоне этот сигнал путешествует? Это определяется выставлением фильтров. То есть, заранее определяются фильтры прохождения алгидонического сигнала. Что проходит на иерарх, что не проходит. Но это все адаптируется. А смысл здесь в чем? Мы можем по ИСО, по сертификации расписать наш завод. Расписать все должностные инструкции, всех токарей, всех сотрудников, все взаимодействия между всеми. Расписать на бумаге. Но для нас это будет пустая бумага, фактически. Это ничего не даст. Потому что мы не сможем адаптироваться, для нас это будет целая большая проблема. Мы станем любые изменения. Мы станем сверхконсервантами. Консерваторами. Если же мы все распишем на автономные блоки, мы видим наверх некоторые ключевые параметры, представим завод в виде такой кибернетической системы, жизнеспособной, то мы можем легко изменяться. Мы ставим подразделениям задачи, и дальше они уже и сами должны решать, они уже должны адаптироваться. Задача адаптации заключается совсем в другом. Все эти подразделения работают самостоятельно. То есть, как человек, те же самые примеры. Мы чему-то учимся, при этом мы не думаем, не обращаем внимание, как ведется наше сердце и так далее. При этом, если мы будем заниматься спортом, то мы передаем сигналы о том, что нам нужно больше ресурсов и так далее. Наш организм адаптируется, накачиваются мышцы, развиваются органы, и организм справляется с этой изменившейся ситуацией, то есть он садаптировался. При этом мы этим не занимались. Это все было автономно. Удивительно, что эта модель жизнеспособной системы не пошла широко в менеджменте. Ее нельзя встретить. Ну, в принципе, принцип Эшби и эту жизнеспособную систему не встретишь ни в одном учебнике MBA, ни в учебнике по менеджу. Это странно и непонятно. Но вот у меня есть несколько знакомых, которые использовали ее на практике очень эффективно. Например, это Александр Михайлович Захаров. Это бывший директор Курганмаш-завода, который проделал БТР. Ну и сейчас он делает, но в совсем других объемах. Значит, сверхсложное производство, огромное количество деталей, причем это военная техника, туда постоянно внедряются новые технологии. то есть мы должны в очень большом количестве много производить и все время менять технологии. Все это делать одновременно. Он говорит, что книжка-пиры «Москфирма» было для него просто откровением. Но он не все внедрил один в один. Он работал на уровне 3-2-1 практически. Но за счет того, что он выделил автономные подразделения, бригады, как он назвал, сделал очень эффективную систему мотивации, которая просто замкнула бригады из бюджета, очень грамотное взаимодействие правил примирования штрафов. За счет этого система стала автономной, она стала как не лениться, не сидеть, просиживать свое рабочее время, а стала решать те задачи, которые нужны всей общей компании. Все очень похоже на систему и в свое время внедрил в КДП. По-моему, бригады подрядов... Да-да-да. Это все, в принципе, старое, все известно, но есть нюансы, есть свои нюансы. Там тоже есть нюансы. Было внутри бригадных клубов, КТУ разных бригад уже в масштабах отряда. Из-за отряда, в зависимости от пополнения права от 1, не услышать отряда, КТУ и все это приумножалось. То есть, самое главное, выделить автономные подразделения и не залазить туда внутрь, чтобы при этом держать вожжи натянутыми. Вот эти три параметра, которые мы вывели наверху, нужно четко контролировать. Но внутри все должно работать само. А вот регионический сигнал это не повод залезть внутрь системы? Ну, ненадолго. Ну как, повод дать системе, дать понять, что там что-то непорядок? Фактически системе передаются дополнительные ресурсы. Административные ресурсы, материальные и так далее. Но это все кратковременно для решения кризиса. В принципе, во многих фирмах, которые мало в бизнесе, эти кризисы происходят все время. И до генерального директора агентонические сигналы доходят там по 50 штук в день, в принципе. Но это ненормально, это неженеспособная система. То есть, в принципе, этот подход используется на практике. Есть статьи этого человека, Захарова, который все расписал. Система мотивации, как он это оформил и так далее. Я все это могу, в принципе. Если это интересно, могу это дать. Я хотел бы озвучить сразу и некоторые критики. То есть, я общался с профессором из школы Акофа. Они мне привели следующую критику этой системы. В принципе, это интересно. И она у многих моих коллег приходила в голову. Но спорный момент. Но я хочу это озвучить. По Акофу существует четыре вида системы. Есть чего? Ну, пять минут. Значит, четыре вида системы. Это механическая система. Это система, в которой цели закладывает конструктор. Ну, это вот машина, регулятор, вата. То есть, как эта система работает, мы туда все цели, все смыслы закладываем туда инженер. Это механическая система. Есть система биологическая, в которой смыслы закладываются внутри этой системы, но смысл есть на уровне системы, но нет на уровне цели и полагания, нет на уровне элементов системы. То есть, наше сердце, печень, лёгкие, они не бастуют, не ставят за бастовки, не смещают правительство и так далее. То есть, это всё такая чёткая, фиксированная система, но на верхнем уровне существует целеполагание. Затем, социальная система. Система, в которой существует целеполагание и на верхнем уровне, и на промежуточном уровне, на уровне элементов. И экологическая система. Система, в которой на нижнем уровне есть целеполагание, это ареалы животных, а на верхнем уровне нет целеполагания. И вот они говорят, что эстафорд-бир пытается применить модель управления, взятой из биологической системы, к социальным системам. И поэтому он, отчасти, не прав. Но тоже это очень спорно для нас, на мой взгляд. Потому что, как мы видели, от мозга здесь практически ничего не осталось. На самом деле, в этой системе. Может, и несчастное предприятие уже не даёт, как раз строгое настоящее предприятие? Да. То есть, эстафорд-бир, поскольку он был практиком, менеджером, и консультантом, и учёным, то он не стал один в один применять биологический подход. Он использовал некоторые свои практические опыты. И здесь основные принципы, действительно, то есть, всё, что относится к биологическим системам, мы отсультровали, выбросили, оставили только то, что действительно инвариантно к любым видам систем. Значит, один интересный момент, что этот подход управления, модель жизнеспособной системы, он применял состав Ардамбира в Чили для государственного управления, для управления целой страной Чили. Значит, они собирали информацию, это было в 1970 году, тогда информационные технологии были совсем другие, но тем не менее, они собирали в режиме реального времени информацию со всех заводов, которые были национализированы, со всех главных подразделений страны, то есть, они выделили государство, президент, под ним были отрасли, вот внутри отраслей были ключевые предприятия, информация, ну и такая там, несколько уровней иракции была. Разработали систему фильтрации, систему индикации, для сбора и обработки информации. И собирали информацию со всей страны, со всех заводов в режиме реального времени в такой ситуационный центр, который был системой 4 для всей страны. Система 4 вы помните? Система 4 это интеллектуальный центр, который занимается развитием, в будущем. То есть, это невосточная программа? Да, ну а здесь внутри сидела уже система 5, в лице президента, советников и так далее. Значит, можно даже назвать себя президентом. Алина. В чем была основная идея? Основная идея заключается в фильтрации и усилении разнообразия. Безусловно, как у нас в СССР, информация собиралась форумами, собиралась со всех предприятий, все это суммировалось вместе, в бумаге. Обрабатывалось в госплане в достаточно продолжительное время. То есть, запаздывание было порядка 2-3 лет или больше. По разному, да. По разному, да. Тем не менее, запаздывание было существенное. То есть, люди управляли уже не тем, что сегодня. управляли, глядя в зеркало заднего вида машины, грубо говоря. Вот. А здесь все это собиралось в режиме реального времени, все фильтровалось, отображались только алгидонические сигналы, отображались ключевые характеристики отраслей. То есть, можно было наблюдать, в каком режиме работает наше государство. То есть, основная идея была осуществить управление государством в режиме реального времени. То есть, использовать те информационные технологии, которые сейчас недоиспользуются. Использовать их на полную катушку. Сделать нервную систему страной. Ну, конец был печальный. То есть, во время Холодной войны они выступили и против США, и против СССР. Сказали, что и вы управляете неправильно, и вы управляете неправильно. Ну и, соответственно, у них случился военный переворот. Ну, очень обидно. Потому что это, отчасти, это дискредитировало всю прекрасную идею и... Я провожу немного другую стратегию разведения. Что? Я провожу немного другую стратегию разведения. Как это? Ну, если могу показать. То есть, вы хотите, выйдите к гостю. Ну, собственно, с чем сила ВСМ? Это в том, что она, как бы, позволяет строить все это снизу вверх. И нужно использовать эту ее сильную сторону. То есть, в моей стратегии ключевые элементы создание системы управления предприятием, ERP, с свободным исходным кодом. Которая сначала, допустим, с бригады, потом там до цеха, предприятия и так далее. Вот. То есть, сначала есть, как бы, вот, ну, наша, обычно, как бы, наша страна. Есть бизнес, там, конкуренты, там, неконкуренты и так далее. Вот. В грузовых коллективах внедряется ВСМ. Дальше. Эти коллективы, значит, каким-то образом обмениваются там информацией и материальными ресурсами. И, естественно, поскольку каждый из них использует ВСМ, вот, поскольку ВСМ она дает неприятные преимущества, все больше и больше предприятий ее начинают внедрять в себя. Вот. И возникает положительная обратная связь. Вот. Когда уже много предприятий, вот, внедряются в ВСМ, то, соответственно, они дальше начинают уже, как бы, переходить на следующий уровень, ВСМ внедряются на следующий уровень и так далее. То есть, фактически, до уровня государства и уровня, как бы, общей работой. Вот. Вот такая, примерно, стратегия. ВСМ. 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 Во-первых, они использовали систему трехпоказателей, то есть фактическая, наличная и консуальная производительность. И во-вторых, они как бы были первыми принудили систему двойную записи на бухгалтерию. Собственно, Европа и в мире. Я вас сюда не включу. Надо с него включить. Понятно. Вот такая вот стратегия. Любой новый общественный строй, он зарождается в недрах старого, он как бы более эффективен. По сравнению со старым, даже по критериям старого общества. Как, допустим, в Средневековье были цеха, которые были достаточно заскорузлые, там были традиции мастеров, традиции подмастерьев и так далее. И когда появились уже капиталистические предприятия, то они стали работать более эффективно. То есть старые цеха стали распадаться и поглощаться в новом предприятии. Точно так же мы и здесь. То есть предприятие, которое внедрило в себя МСМ, оно более эффективно даже по меркам нынешнего буржуазного общества. Это последний слайд. То есть мы уже в дискуссии перешли, да? Тогда надо, наверное, поблагодарить докладчика и пригласить слушателей задавать вопросы. Я бы хотел немножко тоже задать вопросы, может быть, прокомментировать. Вот эта система, киберсер, она управляла экономикой или государством? Насколько я помню, у нас фирмы, они убежали больше экономического вопроса, в первую очередь. Понятно. То есть под систему армии там не было помощи? Нет. Ну как по книжке, если судить, то там они управляли только системой национализированных предприятий и все. Ну что тут можно сказать? Один из ключевых параметров в эту систему не был включен. Ну, это был все-таки эксперимент. Это был первый шаг. Но если вспомнить то, с чего началось обсуждение, с того, что такое система. Система – это вот нечто, ну, в общем, одно из взглядов – это нечто, внутри чего связи больше, они более интенсивные, чем между системой и окружающим. И если вот посмотреть с этой точки зрения на то, что вот национализируются предприятия и объединяются вот такими вот такими вот системами типа киберсилы, это означает, что внутри большой системы государства выделяется некая подсистемная экономика, и которая, по крайней мере, в информационном отношении от остального государства обохранится. И, в принципе, можно задать и такой вопрос. В какой степени обособление за счет управления этой подсистемы способствовало тому, что, обособив экономику, в частности, от армии, эта армия вдруг появилась как самостоятельная оси. Ну, в общем, это как раз отчасти пример недостаточно системного подхода. Просто они, наверное, не успели бы. Потому что, значит, мы что-то учитываем, но в итоге нас бьют тем, что мы не учитываем. То есть не смогли побить экономическими методами, там, забастовками, экономическими санкциями. Ну, побили простой, там, военной силой. Все верно, но я бы хотел заметить, что в Чили тогда был экономический кризис мощный, и нужно было тушить пожар. Проекты просто ждал, насколько я понимаю, там, год или два. Они взялись в первую очередь решать их носущий горячий вопрос, который эта система быстила, наиболее эффективно отработала. Ну, может быть, промахнулась. Может быть, были много других причин, о которых мы не знаем. Это, кстати, как раз и дело. Ну, тут мы, к сожалению, как бы не имеем возможности провести эксперимент, как бы, контроль. Потому что, если бы, допустим, мы не метрили Киберсин, может быть, правительство Альяны палало бы намного раньше. Возможно. Тогда, скорее всего, как раз во время одной из зубастов Гремела именно Киберсин учитывал. То есть вот тут есть, как раз вот это можно рассматривать, наверное, как пример недостаточной сложности управляемой системы, управляющей системы. Потому что эта управляющая система реагировала на все одинаково, вне зависимости от того, как велась эта система. Сложности была недостаточной по отношению к большой сложности внешних возмущений со всех сторон. Я хотел бы еще прокомментировать вот другой момент. Что вот по поводу того, что, конечно, вот есть вот интересные моменты с фильтрацией и усилением многообразия, но существенная часть этой фильтрации осуществляется и так сама по себе. И, в общем-то, если, ну, грубо говоря, вот представим себе, у нас есть какая-то древняя страна, древняя, чтобы не было радио. А есть по соседству какие-нибудь там еще остатки. Какова сложность подсистемия инков с точки зрения остатков? Эта сложность определяется различным набором состояний и их границами. А что там у соседей творится в столице, им совершенно нужно. Важно, что творится на границе. Потому что только по границе они взаимодействуют. И с этой точки зрения не обязательно для одного взаимодействия с соседями выделять такие ресурсы, чтобы моделировать их в код. Достаточно промоделировать границу. Ну, это естественно, безусловно. Мы моделируем среду, ровно в том стиле, когда нам это необходимо. Три числа о сложности возмущающих воздействий. Если здесь возмущающие воздействия идут только от границы, то... Допустим, да. Допустим, скажем, мы взаимодействуем... Работник взаимодействует такой системой, как начальник. Но начальник ему неинтересен. Он платит, скажем, какой там у него семейный положение у этого начальника, что он там ест на ужин и так далее. Его интересует только то, в каком настроении и платит ли он зарплату. Ну, вы, с другой стороны, знали его семейный положение, то, наверное, не чуть-чуть, скажем, только улег. Так, что я еще хотел... Я хотел привести такую вот аналогию. Есть в физике такой голографический принцип. Такая гипотеза, что если у нас есть физическая система, то мы можем, условно говоря, написать ее описание на ее границе. Ну, это энтропия черной дыры, число микроскопических состояний, прям пропорционально площади горизонта. Фактически равно сто в планковских единицах. Ну да, в планковских единицах площадь разделена. И, соответственно, это некая граница сверху на энтропию любой системы, которая может в этот объем поместиться. И одна из точек зрения, что, собственно, чем это определяется? То, что только через эту границу мы с этой системой взаимодействуем. Может быть, там на самом деле что-то еще и какая-то другая энтропия сидит, но извлечь мы можем только ту энтропию, которая пропорциональна площади. То есть, может быть, на самом деле эта черная дыра ведет в кортовую нору и в соседнюю вселенную. Но из этой соседней вселенной мы сможем извлечь не больше информации, чем площадь поверхности, деленная на четыре. Вот тут вот есть некая аналогия. Это, конечно, может быть слишком далекая и слишком личная для меня. Но тем не менее. И опять-таки, если смотреть с моим колокольмом, с террофизическим, то вот я это наблюдаю, вот всю эту формализацию, вижу, что, с одной стороны, для моих людей эта формализация может показаться, ну, в какой-то степени. что это наиболее возможная мощность. Что элементы, взаимодействия, стрелочки, что кажется, что так можно описать все. И, в общем-то, практика вроде бы это подтверждает. Но вот при всем при этом, квантовая механика в этом не понравится. Нет, тут имеется в виду просто систему с обратной связью. И довольно часто, ну, черная дыра не является системой с обратной связью. И, собственно, к чему я это говорю? Ну, понятно, вроде бы квантовая механика, она работает на микро уровне, на макро уровне. Мы имеем, вроде бы, классиковый максимум с каким-то стахатическим элементом. Но, с другой стороны, скажем, если мы будем моделировать человеческое сознание, то есть такой подход, который предполагает моделирование, скажем, сознания с помощью моделей, использующих на макро уровне. Или есть математику из квантовой механики. Или есть экономическая интерпретация уровня нашей земли квантовой механики. И, в общем-то, ну, на самом деле понятно, что это не два разных подхода, это, наверное, на самом деле один и тот же подход. Кросс-тану-сторон. Потому что, если в экономике появляется квантовая нелокальность, то это тоже, на самом деле, вопрос, видимо, связанный с сознанием. Я бы еще хотел заметить, что принцип Эльги – это фундаментальное ограничение, такое же, как теорема Гюрделя, это первое начало термодинамики. Одно из таких фундаментальных ограничений, ну, или теоремы Шеннона, точно такое же фундаментальное ограничение о существовании разрешающей способности управляющей системы. И удивительно, что ты об этом напишешься в тему Гюрделя. Ну, я подозреваю, что тут, как теория Шеннона, есть тот же момент. Шеннонская информация рассматривается безотносительно к ее смыслу. Она учитывает только вот число состояний. А смысл этих состояний, ну, тут учитывать все не получается. Можно учесть вероятность, но не смысл. В общем, тут могут быть тонкости, связанные с этим. Что, хорошо, мы тут тоже считаем разнообразие внешних воздействий, без учета их смысл. Другой вопрос, он, в общем-то, практически прозвучал уже, по поводу разрешения подсистемы. Ну, допустим, у нас есть система государства, которая делится, допустим, на отрасли и которая делится на регионы. То есть, фактически, получается, у нас не линейное разбиение, а маточное. Вот каким образом это вы сравниваете? Ну, в книге «Диагностика систем для организации» Бир говорит, что у него, может быть, не… у него иерархия не по одному критерию, в виде одного дерева, а, может быть, по нескольким критериям, и там это, получается, не дерево, а вообще просто. Такое сложное, и он рассматривает просто «система фокуса», называется, куда она слабится. Дальше идут связи вверх, связи вниз и так далее. Ну, тут вопрос отчасти, кто важнее, министр или губернатор? Ну, в общем, да. Каждая из них свой отрасли в некотором направлении самым большим речением, как то ли, заводы, которые… Может, в принципе, какие-то иерархи-мазгерские не давали. Отец, да, я просто, как пример. Кстати, я бы высказал ваши комментарии по поводу вашей идее с постоянными силами вверх, что тут не очень сильно учитывается, что всё это погружено в мирную систему государства, которая, может быть, и не построена по заветам церкви для мира, но это тоже… Ну, известно, так же, если не способное государство не было построено на буржуазных принципах, они постепенно вырослись не на мир. Поэтому, когда внутри государства начинает расти что-то этак, то обычно проходит агитонический сигнал, что что-то растёт, паразит завидится. И, соответственно, в ответ этого паразита – да. Даже, может быть, безогласительно, кому-то доверят паразит. Дружество… Вы знаете, вообще… Есть очень много примеров, когда всё-таки не доносится. Ну вот. С другой стороны, как бы формально, юридически, на что запрещать систему управления предприятием, основанную на открытых исходных кодах. Какая тут, может быть, крома? Никакой. Чисто юридически не на что зацепиться. Чисто юридически здесь зацепиться не на что. Но если не будет почувствована опасность, то вам не удастся совершить на уровне объединения системы следующего уровня. Ну, может быть, антимонаблонность. Так не объединение тут. Не обязательно объединение. Даже если это не обязательное объединение, у вас какая-то координация. Но есть, понимаете, какое-то… Бартер, у вас, кажется, что… Как говорят, это прокурору будете рассказывать. Я бы скорее… Ну, у меня тут свой координация. Поэтому, в данном случае, я рассаживаюсь на него. Я задаю такой вопрос. Неправильно будет строиться такая система, начиная с предприятия, начиная с образовательных учреждений? Начиная с одной, может быть? Это, кстати, я могу сказать. Как раз мы занимаемся разработкой системы управления образовательным учреждением. И как раз планируем на следующем этапе, поскольку она будет распространена, это тоже open-source проект, уже внедрить туда элементы WSM. А вы скажите несколько слов у себя? Меня зовут Алексей Дьяченко. Я совладелец компании ООО «Открытые технологии». Это малая фирма. Как раз мы официальный партнер системы дистанционного обучения Mozilla в России. Вот, собственно говоря, наш продукт мы разрабатываем как модуль, как системы дистанционного обучения. Спасибо. Еще вопросы? Если вопросы кончились, то я напоминаю, что те, кто хочет или думает не написать на эту тему референт, не убегайте, познакомьтесь с докладчиком. Еще раз поблагодарю за тему референту. Спасибо. 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 Спасибо.